Мусор, бардак и подтопление в Гродно. Один из участков вдоль реки Городничанки уже несколько лет стал одним из самых проблемных. Здесь разрушаются берега, канализационные стоки попадают прямо в водоем. И все это в самом центре города, у стен старого замка и коложи. Галина Буро изучила пример неприкрытой безхозяйственности. Вода поднималась вот так вот, посюда, ровно с окнами. Тогда уж Станевский уже устал обивать пороги кабинетов власти. Его дом фактически стоит на мокром месте. Огород не высаживает, а смысл. Того и гляди, его смоют водой, как у соседей сарай с поросятами. Ведь после каждого ливня небольшая река Городничанка превращается в стремительный поток с непредсказуемым нравом. Здесь я не могу жить, потому что постоянно, как только ливень, штукатурка отстает, обваливается и все. И полы погнили все. Улица Рабочая застраивалась в 70-е годы. Старожилы вспоминают, раньше таких проблем не было. Все началось, когда убрали ливневки. Вода стала частым гостем на подворьях. Тогда власти решили расширить пойму реки. Снесли мостик у людей возле дома. Теперь ходить надо вокруг. И на этом все. Все обещают, все друг на друга сваливают. Евгений Колодин обращает наше внимание на бардак у реки. Мусор, заросли, бутылки, плодородная почва для криминала. Из трубы в водоем идут стоки. Зловонный запах на всю округу. Туристы приходят. Здесь столько экскурсий. Вот здесь вот группы приезжают. Здесь останавливаются. Китайцы и фотографируют. Еще при советской власти на этом месте хотели сделать зону отдыха. Построить дамбу, чтобы получилось озеро, а территорию облагородить. Но воплощения в жизни проект так и не нашел. А берега реки продолжают разрушаться. Проблемы долго изучали специалисты. Наконец решение нашлось. Разработан проект, который предусматривает благоустройство целой реки Городничанка. Это включая от улицы Виленской и до улицы Рыбацкой. Естественно, проект требует вложения денег. Рассматривается вопрос о поэтапном благоустройстве данного объекта. Обещают восстановить разрушенный мостик и все-таки определить источник зловония. Жители надеются, что в этот раз дело сдвинется с мертвой точки. Ведь за последние годы они уже слышали много обещаний.